В принципе, Vega Squadron, я так понимаю, Нагу забрали у нас по саппорте. Нага у нас будет заниматься исключительно саппорт функцией, потому что Midlane это Queen of Pain. Гирокоптер это тот, кто у нас фармить, по сути, будет от команды Vega Squadron. Гирокоптер для Паши. Ну и еще необходимо забрать уфлейнера для мага и забрать еще одного героя для, скорее всего, для Семы Зе Слейра. Я думаю, что, наверное, Соло будет все-таки отыгрывать на Нане. Ну и со стороны команды CD Gaming еще и Phantom Lancer отваливается в пик. Ну, неприятность, конечно, жесточайшая, CD Gaming просто по хардкору пошли. Ой, да-да-да-да-да, ситуация нелегкая для Vega Squadron, ничего такого непоправимого здесь нет. В общем-то, можно играть, можно с этим справиться. Но, с другой стороны, и не так-то просто того же Phantom Lancer'а законтрить. Гирокоптер вещь крутая, но Гирокоптеру хотя бы жить. Тут кто-то должен его подсевить. Да, зла, я так понимаю, забанили? Да, CD'к в Дазла отправили вторым в бан, лишь Рака тоже забанили. Андаинга забрали себе. Почему Vega Squadron не банит Андаинга, непонятно. Почему банит Bounty Hunter от Туска, тоже не очень хорошо понимаю. Ну, они изучали, конечно, игру CD'к, это такие индивидуальные баны, но в целом какую-то общую пользу команде. Приносит это, не приносит. Ну, наверное, не так хорошо, как того хотелось бы. Ну и смотрю, что CD'к гейминг глобальную страту команды Vega Squadron нарушили. Все-таки Darkseer отправляют у нас в бан. Под Дизраптора это все было бы очень классно. Ну, не Darkseer, так Magnus есть. Есть кому собирать. Есть Enigma, в конце концов. Да, на сложной Enigma будет нелегко совершенно, но справиться тоже с этой ситуацией, наверное, можно было бы. Команда Vega Squadron, последний пик. Последний пик это Offlaner. Ну и пока что CD'к у них тоже осталось 20 с копейками секунд. На все про все ждем. Ждем, кого они себе заберут. Сф от команды CD'к. Нормально себе взяли героя на мидлейн. Напоследок оставили мидлейнера. Ну, Сф, Phantom Lancer, Skyros Max, Spirit Breaker, Undying. Фух, я не знаю. Тут просто надо так будет пыхти ряги Squadron и так пытаться переформить своих оппонентов, что просто жесть, как сильно и неприятно может быть команде Vega Squadron, если вдруг CD'к разойдутся. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Ну, кто это будет? Я ставлю на Магнуса. В бан он у нас не отправлялся. В принципе, Магнусом можно заполучить здесь по данному пику. Сбор под Дизраптора. Опять же, ввести всех в тот же Кинедик Филд или в Статик Шторм. Под Квапу, под Гирокоптера вещь крутая. Тем более, дополнительный дэмэдж для Гирокоптера. Берите Магнуса Магу, не пожалеете. 50 секунд еще. 50 секунд и решится судьба, ну, как минимум, начального этапа этой игры. А там гляди и лейты. 29 секунд. Ну, берите, че думать-то? Берите. Никто же, никто не запрещал. В бан у нас Магнус не отправился. Можно брать, можно. Я опять же, еще раз, почему настаиваю на этом герое, потому что дополнительный дэмэдж для Гирокоптера. Дэмэдж, который плюсом будет, безусловно. 10 секунд. Темплар Ассасин. Что, простите? Кто, что, как? Маг забирает себе Квапу в сложную. Паша будет играть на Гирокоптере. Темплар Ассасин для Ноуана на мидлейн. Квапа у нас не мидлейн. Гирокоптер для Паши соло. Забирает себе Нагу Сайрон. Дизраптор. Будет для Сёмы Зеслеера. Шики. Забирает себе Сэфа. Агрессив отправится на Фатум Лансере у нас фармить. Кью забирает Скайра с Мага. Икзет на Спирит Брейкере. И Гардер опять будет играть на Андайинге. Ну, в принципе, все, друзья. Пожелаем удачи команде Вега Сквадрон. Топим за них, безусловно. ЦД очень грозные соперники. На этом уровне так точно. Есть с кем посостязаться. Есть с кем, в принципе, здесь побороться. Все. Удачи команда. ГЛХФ. Переключаемся непосредственно на данный матч. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 30 секунд для борьбы. Все, друзья, по идее, все в порядке, все должно работать по звуку. Ситуация немножко покомфортнее должна быть. Ну и на основные части нашей трансляции, а именно на матче, будем переключаться на другой немножко микрофон. Напишите, комфортнее или некомфортнее вам в чате, чтобы мы разбирались. Петличка для работы в студии, а основной микро для, в принципе, стриминга самой доты. Все, это уже вопросы такие, вопросы касаются больше нашей студии, а не данной трансляции. Да, XZ на Спиритбрейкере. Пока что у нас на топ-лейне. Возможно, ему и придется там стоять. Возможно, в соло его отправят на легкую линию. Тогда в сложной будет стоять агрессив. Так и есть. Фантом Ланцер стоит. Фантом Ланцер стоит у нас на сложной линии от команды Цидек. Кью на Скайрос Маге будет его саппортить. И против него Дабла стоит. Против агрессива стоит Дабла из Паши. На Гирокоптере из Соло. На ноге Сайрон будет помогать. Ну, саппорт, который имеет милишную атаку, это, конечно, ситуация неприятная. Мидлейн, Темплар Ассасин. Придется нелегко здесь в Темпларке. Гардер уже здесь, уже наплевывает, уже Дикеем тут понавысасывалось. Темплар Ассасин хп, которая сама не блещет данным показателем. Темпларке 490 сейчас. 102 кайла каких-то от Шики. И Темпларка у нас будет лоу хпшная. Но Уану вообще здесь неприятно просто будет стоять. На сложной линии в это время Магу. Мага на Квин оф Пейн пока что 3 на 2. Не очень крутой показатель. Против Спирит Брейкера, по идее, должен неплохо стоять. Ну что у нас? Пошел замес на нижнем лайне. Если не пошел, то сейчас начнется. Смещается уже сюда Гардер. Будут пытаться ловить здесь Пашу. Не вижу пока разгон от Спирит Брейкера. Икзет просто пофармить сюда пришел. И что? Икзет просто перешел сюда. Кто пойдет на легкую? Ну не пойдет, скорее, с Маг в Соло у нас на легкую линию. Это прямо-таки, скажем, невозможно. Квапа просто его уничтожит. И я так понимаю, команда ЦДек отдает линию своим оппонентам. Здесь линия для Соло фарма Мага. Трипла отправляется вниз. И на мидлейне Ноуан. Что хорошо для Ноуана, что он в Соло против Шики остался. Кстати, Ноуана стреливает по Шики. Есть здесь мудспид. Должен убивать Шики. Еще один удар. Шики отпевается у нас хилинг селвом. И Шики в итоге выживает. Ну и где твои пси-блейды? Ну почему, интересно? Темпларк обижала у нас бить напрямую Шики, если можно было просто через какого-нибудь крипа вонючего запиндолить один из ударов. И ФБ команда Вега-Сквадрон забрала. Я не хочу сказать, что это прям очень важно. Ну это, конечно, очень важно. Не то, чтобы это определяющим было. В прошлой игре тоже команда Вега-Сквадрон ФБ забрала. Но полезно было бы его сейчас получить на второй с половиной минуте. В итоге не вышло. В итоге не вышло. Гирокоптер пошел настреливать по ХЗ. Вот они имморталы. Иммортал ракетки у гирокоптера. Пошла тамба у нас от команды ЦДЕК. Спиритбрейкер лоу хпшный отпевается. Возвращают назад у нас Гардера. Ну и здесь уже Сёма Зеслеер играет у нас на Дизрапторе. И у него есть возможность перемещать людей в пространстве. В итоге без фрага показался первый файт. Никого Вега не забрали. Но хотя бы и не потеряли. У мага четвертый левел. Можно и наплевать здесь в кью. Первого левела Shadow Strike. Блинк первого левела. И скриму в пейнт второй для мага. По фарму маг, по-моему... Нет, маг аж на пятом месте по фарму. Как так получилось? Ноуан на Templar Assassin переигрывает Шики. И помимо этого еще и гирокоптера. Он от Паши переигрывает. Да и агрессиво переигрывает на... В Фантом Ланцере. Поймали у нас Шики. Выходит Соло. Сетка у нас на мидлейнера команды Цидек. Домой Цидек. Мидлейнера забрали. Лоу хпшная Templarca. Ну у Templarca в принципе батла есть. Отпивайся и вали отсюда. За тобой уже выехали. Ноуан. Ну куда ж ты родной? Есть у него два заряда в Мэджик Ванде. Все. Появился рефракшн. Можно выдохнуть. Забрали мидлейнера. Игроки команды Vega Squadron. Соло пошел. Дальше с гардером ковыряться. Но это явно для его пользы в файт. Undying. Фуловый Undying здесь распилил пополам. Соло в любом случае ФБ. Команда Vega Squadron забрала. 300 голды правда еще и соло подарил своим оппонентам. И 165 экспиренса. Это не критично. ФБ за российским коллективом. По крипстатам. Первое место у нас у Паши. 26 на 10 для него. 25 на 11 для Templarca. 22 на 6 для Phantom Lans. Разгон пошел на Пашу. Пашу поймали. Паша у нас, кстати, через Рокет Бараш неплохо настреливает. Но Мумии не проблема. Флэк Кеннон включил гирокоптер. Дальше за... Ну, тут в это время, кстати, Шикера забрали. И умерла Templarca. Templar Assassin от No.1 отдалась Скоррес Магу. А вот сам по себе No.1 забрал в итоге в очередной раз SF. SF уже идет со счетом 0-2. Это безусловный плюс. Shadow Fiend 0-2. Templar Assassin в это время 0-1. Все же лучше, чем 0-2. Ну и неплохо. И файты повсеместные. Гардер в таверну отправляется. 4-2 становится счет. Вот гирокоптер забирает у нас гардера. Undying в первый раз. Первый раз умирает. Ну, все равно полезно. Все равно неплохо. Дизраптор от Сема Зеслеера. 2-0. Лучший, по-моему, КДА вообще на карте. Давайте посмотрим. Так и есть. Пожалуйста. Левый верхний угол. Сема Зеслеер в топе у нас по количеству убийств. Никому, правда, ничего не ассистит. Да и не умирает. И тоже неплохо. Ну и по Крепстату. Паша на первом месте. На втором месте Темплар Ассасин от Ноуана. Разгон в Мага. Будут ловить. Бежит уже сумасшедшая корова с коровьим бешенством. Экзет уже разогнался. Уже будет стараться наваливать по Квапе. Здесь нет, правда, еще Незер Страйка. Поэтому Экзет просто разворачивается и уходит отсюда. Ну и правильно. Далековато. Вега 3000 по золоту. Ух, ничего себе так поднялись. Молодцы. Вега 3000 по голде. В плюсе. И по экспириенсу Вега 1800 опережает своих оппонентов. Диаевская тавера под атакой. Диаевская тавера под атакой. Ноуана, давайте на Творце. Смотрите. Ноуана 3300 по голде на данный момент. Отстает он только от Паши. Паша первую позицию занимает. И на третьей позиции Мак. Все три первых места по фарму. За командой Цедек. За командой Вега, точнее. Цедек уже дальше расположились. Тут сразу четыре игрока идут. Только потом идут Сума Заслэйр и Соло вместе с Кью. Ну, на саппортах, в принципе, свет клинов не сошелся. Поэтому саппорты не суть как важны. А вот кор-герои в топе. Команда Вега Складрон. Сайленс ловит у нас Мак. Пришел сюда Соло. Разбирают в итоге у нас Скайра Смага. Квапа делает ТП-аут. Точнее, блинк-аут. И сейчас еще и ТП-аут будет от Квапы. Будут забирать, скорее всего, Нагу или нет? А могут и не забрать Нагу. У Икс Зеда в КД находится на данный момент Charge of Darkness. Так что команда Вега Складрон просто забирает Скайра Смага и отсюда уходит. Пока что очень слаженные действия. Все достаточно неплохо для российского коллектива. Ну и Тавер падает внизу. Гирокоптер должен его забирать. У Паши и так все по фарму хорошо. А здесь еще и Тавер капнул Гирокоптеру. Ну, прям волшебно все. Пять с копейками уже команда Вега Складрон. По голде. По экспириенсу 2500 тоже для команды Вега Складрон. Красавчики. Просто красавчики. Соло отдали на центральную линию. Подзаработать немножко здесь той же экспы. Я думаю, все прекрасно понимают, что Нага благодаря своей песне очень полезна. Поймать всех. Удачно собрать всех. А дальше разультиться всем и каждому. И Дизраптеру, и конечно же Гирокоптеру, и конечно же Квинов Пэй. Поэтому тут комба неплохая. Под ту же Нагу поймать всех вместе. И это вещь нужная. И поэтому, естественно, Наги чем-то команда Вега Жертву. Чтобы Нага забрала свой левел. Маг пока что сражается против агрессива. Фандом Ланцер седьмого левела. У Мага уже восьмой, почти девятый. Ну и Маг тут получает от элементарных спиритланцев. Маг здесь отхватывает. У Мага уже даже не половина, меньше половины хп. Эти иллюзии такие доставучие. Давайте пройдемся по артефактам. У команды Вега Сквадрон начнем с них. Дизраптер уже с аркан бутцами. Сема Заслеер приобрел сей артефакт у Наги. Пока ничего интересного. У Квапы появляется урну в Шадоуз. Также у Мага есть ПТшка, есть бот. Ну, в общем-то неплохо насобирался. У Гирокоптера от Паши. Рингов Аквила есть. Есть Огр Клаб. Хилинг Селф. Фейс Бутцы. Мэджик Вунд. Тоже, в принципе, все классно. Но мы по Нетворсу видим по-прежнему первые три позиции за командой Вега Сквадрон. Что Цедекам здесь надо? Здесь Цедекам надо... Здесь как бы по-хорошему не умирать бы команде Вега Сквадрон. Так уж получилось. Экзет Лоу ХПшный. Экзеты должны разобрать. Мистик Флэйр под ноги от команды Цедек. И выживает Паша. Лоу ХПшный, но выживает. Маг прыгает у нас дальше на Скайля с Мага. Минус два от команды Вега Сквадрон. Квапа Лоу ХП. Но Квапа отсюда уходит. Ну и здесь Темп Ларка получает. Стики Узайет Ноуан. Должен выжить. Рефракшн есть. Сема Зе Слеер. Где ты? Надо цеплять Агрессива. Должны забрать его. Кинетик Филд ему под ноги. Дальше за Агрессивом. Агрессива должны разбирать. Черт возьми. Этот Доппельгангер. Вот Фантом Лансер. Просто сумасшедший вообще скилл по факту. Папа правда гардера забирает. Минус три в этом файте. Вот команда Вега Сквадрон. И прилетает сюда уже Скайра Смаг. Столько долго файт, что Скайра Смаг у нас успел от КДшиться. Дальше за Агрессивом. Ну допилите вы его. Все. Мейнкерри команды Цедек отъехал. Экзета ловит в сетку. Кью здесь. Надо кого-то отдавать. Скорее всего это будет Нага. Магу надо отсюда уходить. А может и нет смысла еще отдавать. Нет. Все-таки есть смысл. А нет. Здесь уже Паша. Можно и подраться. Кинетик Филд без Скайра Смаг. Скайра Смаг отъехал. Отъезжает Спилит Брейкер. Минус два еще от команды Вега Сквадрон. Где тут у нас Темпларка? Темпларка на миде отдалась. По итогу этого файта тут просто миллион квадратиллионов. Команда Вега Сквадрон зарабатывает 12-4 становится счет. 2-300 по голде. Управление графиков, я думаю, что эта игра обещает быть очень продуктивной и полезной для команды Вега Сквадрон. Если не в вопросе там какого-то продвижения по турнирной сетке, то как минимум в вопросах Мара. Тавр на миде скорее всего будет падать. Крипы падают моментально. Ну и все. Тавр отваливается. Тут можно денег немножко и Темпларки подбросить. Нет. Крипам отдали тавр игроки команды Вега Сквадрон. И такое бывает. Соло пошел уже под Т2. Чужим наваливает. Соло здесь не отпустят. И саппорт команды Вега Сквадрон подфидил немножко, хотя отвлек на себя внимание. В это время команда Вега Сквадрон забрала тавр на центральной линии. Шики просто выгнали. Шики на пятом месте по Нетворцу. Таких СФов ЦДек, наверное, еще не показывали. Шики выгнали. Шики на топ-лейне. Мид для него закрыт. Теперь-то после падения Т1 мида вообще не видать уже Шики. Только если какие-то масс-файты. А пока что Шики должен уже где-то бомжевать и искать возможность фарма в других местах. Ну и вы видите, да, что делает НОВАН. Тэппларка просто бежит и ищет. И ясен пень, что в соло НОВАН, конечно, на каком-то узком пространстве. СФ расковыряет. Это даже и думать нечего. У Гирокоптера уже БКБшка на подходе. У Тэппларки. Есть ПТ, есть Даггер, есть Аквила. Ничего в Курире для НОВАНа нет. Я думаю, не за горами серьезные артефакты. По такой игре команда Вега-Сквадрон должна давить. Поэтому я думаю, что не удивляйтесь, если Тэппларка у нас первым артефактом на дэмэдж будет. У нее Дизоль. Достаточно важный артефакт. Когда команда давит, она должна иметь много дэмэджа, чтобы ворваться, слить одного-двух, а дальше остальных разбегающихся просто поймать. И для Тэпплара лучше артефакта на ранних минутах, чем Дизолятор, просто и быть в принципе не нужно. Квапу у нас разобрали. Квиннов Пейн на нижнем лайне. И тут маг видим был. Стоял, причем в соло, вышел, видимо, подраться, но додрался. Лаги каждые 5-10 секунд. Не вижу никаких лагов, ребят. Смотрю стрим вместе с вами, этот же, лагов нет. Если что, сделайте рефреш страницы, это максимум. Все будет ох, по идее, потому что меня не лагает вообще. Ну что, поймали у нас агрессива. В стадик шторме агрессив, доппельгангер успевает кьюзнуть. И сон пошел от наги. Через дриптайд должны забирать у нас агрессива. Очень быстро свалили у нас мейнкерри команды Цедек. За кью погоня, кью лоу хпшный, кью развалили. Трипл килл от Вега. Не от Вега, от Ноуана. Ноуан в этом файте, ну просто жжет уже. 8 тысяч у него нетворс, 7200 для паши по голдем. И 6000 для мага. И только потом агрессив. 5, шики, 4. Команда Вега-Сквадрон не имеет права вообще здесь Цедек отпускать. 11 тысяч преимущества по золоту. И 6000 по экспе тоже в пользу российской команды. И на Роху смещаются. Ну что, здесь БКБ будет у Темпларки? Может есть все-таки смысл Ноуану задуматься о том, чтобы отложить куда-то БКБ на подальше и купить себе, например, Дизольву. Купить и бить ходить. Без проблем абсолютно. Потому что я смотрю тут, во-первых, вокруг Темпларки крутится постоянно большое количество тех, кто подсейвить может. Во-вторых, кстати, ахилла-то нет. Хилла никакого. Никакой мекки, ничего. Квапа здесь только разбрасывает. Маг, кстати, интересно собирается. Обычно Урнов Шадлс на Гвиннов Пейн не увидишь. Но здесь маг и подсейвить Тиму, и догнать кого-то. Мы видели, как агрессив вот здесь вот от Урны догорал. Поэтому решение 100% верное. Тут ничего и не придумаешь. У Паши уже есть БКБшка. Мордик маски имеется. Есть аквила. Ну, скорее всего, будет следующим артефактом. Да собирает себе Доминатор. А дальше будем ждать. Ну, каких-то Саш Яш МКБшек. Что здесь надо под того же Фантом Лансера? Пейл хоть и несчастный сам по себе. Загнали его аж на четвертую позицию по фарму. Но эта тварь рано или поздно свое вывозит. Думаю, никто не будет спорить, что в лейте нормально выформленный Фантом Лансер. Это огромнейшая боль для соперника. Под смоком команда Цидек. Байтят на Фантом Лансера. Врываться можно. В принципе, перефарм есть у команды Вегас Квадрон. Но была бы возможность. И уходит отсюда Агрессив. Заманивает в лес. Видят Кью. Даггер есть у Темпларки. Врывается ли она в соло или нет. Сейчас узнаем. Есть опять же блин кухлопы. Просто врывайтесь. Маг прыгает по всем, кого видел Соник Вейв. Сразу три отплатили у нас Соник Вейв. Лоу ХПшный Агрессив. Агрессива могли бы запилить. Но Ван отправляется в таверну. Агрессив в таверну. БКБ-шкод гирокоптера уже проюзан. А глимсуют назад у нас СФ. А и СФа должны разбирать. И так уже. По вкусу. Надо будет убьем. Икзет лоу ХПшный. Пошел от него Чарджи в Даркнесс. Не успевает, наверное, его догнать. Неудачно прыгает Маг. Крикнуть не получилось. Ну а теперь Икзета можно ловить. Все, блинки есть. Икзет приехал. Икзет возвращается у нас в таверну. В 18.7. Там ему и место. Красавцы. Игроки команды Вегас Падрон. 14 тысяч по голде. 10 или 9 тысяч по экспириенсу. Нормально. Можно жить. Можно файтиться. Все, в принципе, пока неплохо смотрится. Продолжение следует. Ребят, если лагает... Не знаю. Переключите на хай. Сорса, перейдите на хай. По идее, должна ситуация исправиться. Потому что я смотрю на хай. И вроде как все нормально. У меня траблов нет. Точно такой же стрим, как и вы. То есть... Вашу картинку тоже наблюдаю. Попробуйте поменять качество. Я думаю, ситуация поправима. Ну что, агрессива у нас закрыли. Доппельгангер пошел от него. Не сложно быть, узнать, кто из них кто. Видят основного. Пошла за ним погоня. Там курьеры развалили. Нефиг летать здесь. Агрессив в таверну. До свидания. 19-7. Счет становится. 20-ая минута. Команда Вега уже тут миллион должна выигрывать по голде. Так и есть. 15 тысяч в их пользу. По экспириенсу 11 тысяч в пользу команды Вегас Хвату. Ну круто. Ну все хорошо. Главное не сливаться. Не фидить. И давить, 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 давить. Какие эскейпы есть у команды Цедек? Давайте разбираться. Все-таки Дота тут... Игра, которая любит переворачиваться. Как переворачиваться, вечно плакать приходится всем, кто топит за СНГ коллектива. А тут нормальный СФ должен быть. СФ должен давать нормальный ульт. И тогда можно и пофатиться. У нас он пошел от СОЛ. Пошел врыв у нас от Спиритбрекера. Спиритбрекер пытается отсюда уйти. Стоит у нас под ультой от Гирокоптера. От Спиритбрекера просто стерли. Гарда растерли. И валит отсюда Скайросмак. Не приходит сюда агрессив. Не приходит сюда СФ. Потому что там БОГО полнейший. Команда Вега пока давит вообще безапелляционно. Надо идти сносить товара. Последний внешний тавер. У китайского коллектива. Китайская стена может упасть. Просто подходи и бей. Круто тенюшка просто. И агрессива опять пытаются поймать. На него уже, кстати, и не очень-то внимания обращали. Поймали агрессива. Нет. Доппельгангер от него. Дальше за ним Темплар Ассасин. Нормально. Так под зад. Плюшку запустили. У Нована есть БКБ. У него Аэга имеется. Никуда не пропало. Даггер есть. ПТ-шка есть. Ринго Факфилла есть. Две тысячи на руках. В принципе, Вега должны додавить эту игру. На фоне 11 тысяч от Темпларки, 7 тысяч Фантом Лансера и отсутствие хотя бы каких-то адекватных артефактов на дэмэдж. Это не может не радовать всех болельщиков Вега Сквадрон. Тут и правда Темпларка 100% соло разберет. Пока у Фантом Лансера нет диффузора. Пока у него нет манта стайла, надо идти и бить, 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 еще раз бить. Танковать есть кому хайграунд. БКБшки у Гирокоптера и у Темпларки есть. Квапа залетела, наорала, улетела. Все, ничего думать даже не надо. Ну и дальше продолжение издевательства. Ноуанн старается запилить у нас. Шадоу Финдау улетел. Шики, ну и кстати сетка долетит, не долетит. Нет, сетка в никуда отправилась. А Шики у нас уходит на базу, потому что Шики ничего хорошего здесь не ожидал. 22 минуты Вега Сквадрон должны заходить на хайграунд. Все для этого есть. Есть аэго, которого надо разменять. Тут в принципе, я думаю разберутся уже. Разберутся. И покупает еще у нас и Бутс оф Тревел Фантом Ланцер. Ну прям вот чего не хватало, так это Тревело в ПЛ. Для чего, зачем, вообще не понятно. Ну то есть скорость бега это все хорошо, но элементарно дэмэджа минимум. ХП тоже немного. И ПЛ у нас в итоге в Move Speed и в передвижение по карте собирается. Странное решение, очень странное. Чем цдк будут отбиваться, пока не понимаю. То есть элементарная Яша вместе с тех же Бутс оф Тревел, мне кажется, получше зашла. Ну, опять же, мое мнение. Я за вайлдкарт не играю, я просто сижу и наблюдаю, что здесь происходит. А происходит следующее. 23 на 7. Команда Вега Сквадрон впереди. По золоту 20-ка, по экспириенсу 15. Ну и давайте по артефактам пробежимся. Герокоптер от Паши. В топе у нас по фарму. Первое и второе место делят у нас с Ноуаном. Есть уже Сэнжин Яша. Есть БКБ. 1200 на руках. А Тэппларка на хайграунде. Пилится с агрессивом. Залетает Паша. Тавара пилят. Бараки пилят. Все, Тавр забрали. Точнее, бараки можно бить. Понемножку, по чуть-чуть. Команда Вега по куску пытается оторвать у нас. ХГ команды ЦДЕК пока что неплохо получается. Но поймать бы всех вместе. Ульта-то есть у Наги. Просто надо подойти. Соло. А Соло уходит. Куда же ты, родной? У Соло уже, кстати, есть Глимер Кейп. У него есть медальону в Кураж. Транквилы до всего предостаточно. Под смоком. Команда Вега Сквадрон. И Соло идет первый. Соло будет петь. И посмотрим, насколько полезной будет эта песня. Соло у нас видит СФ. Поймал сетку Шики. Ждет, когда кто-то еще подойдет. Ну все, уже нельзя юзать Song of Siren. Плохо, конечно, Нага. Неужели просто так разменяют? Нагу, Нагу развалили. Соло у нас подфидел. Не получилось. Демпларка пилится у нас с тамбой. Соник Вейв пошел от Квапы. Ихзет лоу-хпшный. Паша под БКБшкой. Валит по всем. Минус 4. Агрессив тут расплодился просто как тварь. Так много этих Фантом Лансеров. Вроде демеджа немного, но бьет неприятно. Потому что часто бьет. И умирает Гирокоптер. В итоге умирает Соло. Умирает точнее No One. Я думаю, что Цедек здесь по фарму, по голде точнее должны оказаться в плюсе. Погоня за мага. Пилит у нас мага Икзет. Маг старается уйти. Иллюзии не долетели. Все. Фантом Ланс не работает. Разгон на мага тоже Икзет отменяет. Соло драться не получилось. В итоге, по итогам этого файта, 2 500 по голде зарабатывают Цедек. И по экспириенсу 5 400 тоже для китайского коллектива. Россияне тут немножко подслили. Ну как немножко. Плотно подслили. Хотя сильно, конечно, это не отразится на всем преимуществе команды Вегас Фабро. Но тем не менее. Вегас Фабро. Ребят, вопросы с лагами решаются параллельно. Сейчас разбираемся, что может с инетом траблы, может с твичом. Будем сейчас выяснять все это. Пока что держитесь, крепитесь. Я думаю, что справимся с данным вопросом. Это не так страшно. Страшно. У Дизраптора уже, кстати, есть поинт-бустер. Сома Зе Слеер собирается у нас в Аганим. Далеко, конечно, до Аганима. 2 800 еще по голде. Хотя есть для Меркейп. То есть Дизраптор не такой уж у нас и нищий. Он обогнал Гардера. Он обогнал Икс Зеда. Который в прошлой игре, знаете ли, потрепал Вегу очень плотно. НК у нас, Кариас Маги, тоже у нас за чертой бедности. Ну, команде Вега надо давить. Это преимущество в 19 тысяч с каждой минутой не настолько сильным является. То есть слабеет любое денежное преимущество со временем. Поэтому надо его как-то реализовать в снесенные товара, в снесенные бараки, что вообще будет просто идеальным. Продолжение следует... Ну и только сейчас появляется у Темпларки БКБ... Не БКБ, а Дмитрил Хаммер на Дезолятор. Долговато, конечно. Но он у нас собирался в данный артефакт. Я думаю, что пораньше был бы смысл. Но Вега тут переживает в данном случае. Сливаться никому не хочется. И БКБ, естественно, по сейвове будет артефакт, чем тот же Дезолятор. Там попробуй еще угадай, кого из Фантом Лансера вбить. Только что на ХГ было видно. Уже появляется Дезоль, кстати. Темпларка уже с ним. Только вот Дмитрил Хаммер в стэше лежал. Вот уже готовый Дезолятор для Ноуана. В принципе, демаджа Темплар теперь триллион будет вносить. Также тут БКБ для Мага лежит. Ого! Ну, Квапа просто запредельно крутая в данном матче. Маг вообще здесь просто авторитетом своим и опытом давит. Круть. Полнейшая круть. Аганим есть. БКБ есть. Юл есть. Боттл. Урнов Шадоус. Пауэртретс. Да всего предостаточно. У оффлейнера Веги. Маг вторую игру показывает очень уверенно. СССР БКБшка есть. У Шики 3700 на руках. По демаджу тут плюсов никаких для СССР. Всего лишь там 100-189. Ну, слабовато, конечно. Если взять ту же Темпларку, которая из Милда столько наваливает, что с ума можно сойти. Плюс дезолятор, плюс скорость атаки. Конечно, демадж по секунд от Темплара Ассасин громаднейший. Плюс герокоптер. Тоже нормальное количество демаджа имеет. Сейчас, я думаю, еще с МКБшкой дела только улучшатся. У Вега с подром. Ну, не идут атаковать, я думаю, потому что ждут своих мейн артефактов. Герокоптер с Сашей Яшей. У Сашей Яшей посредственный артефакт. А вот, например, МКБ, это уже совсем другое дело. Там с иллюзиями Фантом Лансера побыстрее получится разобраться. И у ПЛа уже есть Дефюжал Блейд, уже есть Яша у Агрессива. Нельзя затягивать игру против Фантом Лансера. Сколько раз говорить. Нельзя, не нужно и запрещено просто-напросто. Ну, он полетел вниз немножко подфармить. У него уже 1700 на руках. Скоро, я думаю, тоже Манта Стайл увидим. Все, Мазес Лейер тут соло подпиливает лайны. Подпушивает. Хитрый какой. Ну и какой-то разброд, конечно. Вот команды Вега по разным линиям. По фарму они опережают своих соперников. Но динамика упала. Я думаю, вы видите, как шла у нас скривая. И на 20 тысячах все остановилось. И только сейчас там до 21, если шагнули. Даже меньше, наверное, команды Вега Сквадрон. Ну, период застоя какой-то произошел. 18 тысяч по экспириенсу тоже Вега Сквадрон. Третий ульт есть у Квапы, у Гирокоптера. Темпларка не считается. Здесь у Дизраптора второй ульт. Ну, а здесь по ультам второй у Скарис Мага. Второй Спирит Брейкер. Второй Андайн. Второй Шадоу Финт. И Фантом Лансер. Только через рубеж 16-го левела перешагнул. Ну, Паша с Эгой заходит у нас на хайграунд. Куча иллюзий уже напиливает. Паша без маны практически и почти без хп. Неужели будут просто-напросто отдавать Эгу за бесплатно? Через флаг Кэннон. Пошел наваливать по иллюзиям. Иллюзии живучие. Дрянь, а такие? Бейте, ну неприятно. Конечно, через доппергангер здесь ПЛ много чего. И выйдет, и размножается просто как чокнутый. И вот команда Вега Сквадрон вынуждена отступать. Есть Сон у Наги, есть все ульты. Заходите и деритесь. Просто надо кого-то поймать. Но для этого надо на кого-то забать. Возможно, будут сквозь за счет Геррокоптера и за счет Аэги пытаться поймать всех вместе в Сон. На Пашу напали. Флаг Кэннон включает Паша. Паша лоу хпшный. Его заберут. Сон пошел от Наги. Поймали только Шики. Шики, скорее всего, заберут. Но это маловато. Хотя нет, здесь и Седа еще поймали. Все, Шики развалился. Минус Андайн. Это течение минус СС. Андайн лоу хпшный. Дальше покойный у нас за Геррокоптером от Фантом Лансера. Один барак уже снесли. Игроки команды Вега-Сквадрон. Экзета возвращают. В кинодик-филде Экзет. Маг дальше за Кью. Взлетает Квапан. Удерись. БКБшка есть у Мага. 17 секунд до ульты. Мидлейн снесен. Паша. Под ноги всем. Кулдаун. Гардер в таверну. Минус 4. Делает команда Вега-Сквадрон. Триплкил от Паши. Мид. Развалили. ГГ. ВП. Команда Цидек. В принципе. Теряет возможность. Быстренько. Закончить. Этот. Бест оф три. Ну. По итогу этого матча. Я думаю сейчас обстудим все в студии. Вот. Пока что поздравляем фанатов Вега-Сквадрон. И переключаемся на студию. Там собственно с вами и поговорим. Обо всем. Субтитры сделал DimaTorzok.